Медиагруппа «Авангард» представляет 26 июля 2017 года был принят Федеральный закон 187 о безопасности критической информационной инфраструктуры. И хотя с момента принятия его прошло уже почти два года, в профессиональной сфере до сих пор не утихают бурные обсуждения. У многих специалистов по информационной безопасности отдельные положения закона вызывают вопросы и опасения. Развеять мифы и страхи, царящие вокруг закона о КИИ, а также поговорить о текущем положении дел, мы пригласили в нашу студию экспертов. Романа Рогозина, руководителя направления в компании «Газинформсервис» и Валерия Комарова, специалисты по защите информации Департамента информационных технологий Москвы, а также автора блога «Рупор бумажной безопасности». Не будем терять время и начинаем наше погружение. Коллеги, я предлагаю начать с небольшого блица. Прошу вас отвечать на вопросы очень емко и кратко при этом. Перечислите, пожалуйста, три мифа, которые бытуют среди специалистов о КИИ. Первый миф, что это очень сложно. Второй миф, что защита стоит очень дорого. Ну и третий миф, что закон и его выполнение полностью ложится на плечи по подразделению по информационной безопасности. Валерий, какие основные страхи связаны с КИИ? Основные страхи среди специалистов-субъектов КИИ – это страх перед сведением, составляющим государственную тайну, то, что придется отнести меры и средства защиты, и защищать как гостайну. И второе – это риски уголовной ответственности по вновь введенной статье Уголовного кодекса за нарушение правил эксплуатации объектов КИИ. Роман, какую первую ассоциацию у вас вызывает словосочетание «Закон о безопасности КИИ»? Ну, во-первых, основные понятия – это субъекты критической информационной инфраструктуры, объекты критической информационной инфраструктуры, госсопка, регуляторы, создание системы безопасности, категорирование объектов. Валерий, а у вас какая ассоциация? У меня ассоциация простая, из русского фольклора, а теперь вот со всем этим мы попробуем взлететь. Роман, что проще выговорить – категорирование или сегментирование критической информационной инфраструктуры? Мне, как специалисту, с достаточно большим стажем одновременно легко категорирование, сегментирование. Валерий, а вы в своей деятельности чаще сталкиваетесь с гостайной или госсопкой? Госсопкой. На этом достаточно, спасибо вам. А мы будем погружаться дальше в вопросы, которые тревожат умы многих специалистов по информационной безопасности. Коллеги, я предлагаю начать разговор закона ОКИ. Валерий, первый вопрос будет к вам. Скажите, пожалуйста, что самое важное сделал этот закон для отрасли информационной безопасности? Данный закон послужил таким мощным толчком для развития методологии именно управления информационной безопасностью, а не только обеспечения. Потому что требуется уже не просто защищать информацию, функционирующую в объектах ОКИ, но и обеспечить непрерывность бизнес-процессов у субъектов ОКИ. Роман, вы дополните ответ коллеге? Да, конечно, закон, собственно, ввел впервые, наверное, очень жесткую ответственность за нарушение и неисполнение требований. Я считаю, что, обратившись, скажем так, к опыту наших зарубежных коллег, такая ответственность должна была рано или поздно быть введена, потому что вопросы информационной безопасности крайне важны для функционирования организации. Роман, а есть ли у закона какие-то слабые места? Что не учли его разработчики? Обращаясь, опять же, к опыту уже российского законодательства, если мы вернемся к 152-му федеральному закону о персональных данных, он давал какой-то переходный период, чтобы на тот момент владельцы информационных систем персональных данных могли подготовиться к защите, то есть давал переходный период так называемый, то 187-й федеральный закон о безопасности Киев, он такого переходного периода не дает для субъектов, то есть нужно действовать уже прямо сейчас. Валерий, на этом все или что-то еще в законе оставляет желать лучшего? На мой взгляд, как специалиста, проблемы есть в законодательстве на данный момент, что очень широко задана терминология и формулировки, возникают проблемы с трактовкой терминов субъект Киев, объект Киев, кто должен выполнять этот федеральный закон. Есть проблема с тем, что не установлен орган, имеющий право разъяснять положение закона, то есть заданы полномочия ФСБ в плане ГОСОПИ, задан СТЭК, как обеспечение безопасности значимых объектов Киев, есть зона ответственности Минкомсвязи, есть Банка России. То есть получается, 4 органа в каждом своем узком сегменте работают, а единого органа, куда бы мог обратиться за консультациями, субъект Киев при выполнении требований данного федерального законодательства, нет. Роман, а есть ли подобные законы за границей и успешны ли примеры их реализации? Да, Татьяна, первопроходцам в данном направлении, естественно, были Соединенные Штаты Америки, первые инициативы по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в США появились еще в 1996 году. В Евросоюзе такая работа ведется, насколько мне известно, с 2008 года, в Китайской Народной Республике с 2017 года. Валерий, а взаимодействует ли в СТЭК России с сообществом безопасников при разработке своих нормативных актов? И как это происходит? На широком уровне популяризации и разъяснения всем это конференции, форумы. Очень большое значение имеет секция на ТБ-форуме, в которой 8 часов присутствуют все представители всех управлений, всех отделов СТЭК России, отвечают на все вопросы, очень познавательные презентации, доклады по всем областям, по сертификации, по обеспечению безопасности КИИ, по защите информации ГИС, персональных данных. Это для всех. То есть любой человек, кто заинтересовался, может посетить данное мероприятие, расширить свой кругозор. Роман, а учитывает ли закон о КИИ особенности работы организации, которые подпадают под его действия? Закон все-таки это верхнеуровневый документ, который задает, скажем так, общие требования для отрасли. Но есть ряд нормативных документов, то есть подзаконных нормативных актов, которые выпускают у нас регуляторы, это ФСТЭК и ФСБ России, которые уже детализируют в своей части определенные требования, уточняют их. Коллеги, спасибо за содержательные ответы. А мы погружаемся дальше в тему, и впереди нас ждет практика. Коллеги, предлагаю продолжить наш разговор и поговорить о том, с какими проблемами сталкиваются специалисты по информационной безопасности. Валерий, что самое сложное для специалиста по безопасности, которому предстоит заниматься исполнением требований закона? Для специалиста основными задачами будет являться понимание, необходимо ли бы именно в данной организации исполнять федеральный закон о безопасности КИИ. Это достаточно нетривиальная задача в силу отсутствия, как я уже говорил, органа разъясняющего положения и широких формулировок в федеральном законе. Вторая особенность – это донести руководство, организации, что этот закон надо будет реализовывать у данной организации и оценить, какие объекты потенциально попадают под действие данного закона, что будет необходимо защищать. Мы сталкиваемся с такими проблемами на практике, что тяжело определить системы информационные, которые являются объектами КИИ, которые принадлежат на законам владельца именно конкретной организации, потому что они вводились в эксплуатацию, создавались по различным документам. Это вот юридические тонкости и привлечение юристов на данной стадии – это очень важный нюанс. И отдельной проблемой является вопрос финансирования данных работ, поскольку обеспечение безопасности – это достаточно трудозатратный и материально затратный процесс. То есть специалисту по безопасности критической информационной структуры надо быть готовым, как говорится, выбивать бюджет. Роман, а на ваш взгляд, что может вызвать у специалистов по информационной безопасности наибольшие затруднения? На мой взгляд, самым трудным с точки зрения обеспечения безопасности и выполнения требований закона – это процесс категорирования объектов КИИ. Поскольку для определения категории значимости существует пять различных показателей, которые закреплены в 127-м постановлении правительства. Для проведения категорирования потребуется собрать комиссию. В эту комиссию должны входить эксперты в своей области деятельности, опять же, в различных областях деятельности компании из различных подразделений. Обычно у специалистов по информационной безопасности нет таких полномочий. Исходя из этого, даже регулятор в лице ФСТЭКа советует назначать ответственным лицом за обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры на предприятии лицо уровня заместителя генерального директора, для того, чтобы были такие полномочия, и он отвечал за обеспечение безопасности. Валерий, а можно ли проводить эти работы без участия специалистов по информационной безопасности? Разве у нас сотрудники других отделов не справятся с этим? В первоначальной версии постановления правительства Т-27 о правилах категорирования специалист по защите информации вообще отсутствовал в составе комиссии, которая указывалась в данном документе. Он появился позже по требованию как раз экспертного сообщества с необходимостью его включения. И сейчас традиционно все проблемы и вопросы категорирования приходится решать специалистам по защите информации. Хотя с точки зрения тех процессов, которые заложены, сам процесс категорирования, его участие практически не требуется. Здесь более важны специалисты профильные по основной деятельности организации, которые понимают, к чему могут привести остановки процессов или их нарушения, каким последствиям для населения, для жизнедеятельности, для страны. Бухгалтерия, юристы. То есть это более важные, весомые, имеют мнение при решении вопросов категорирования. Но на данный момент без специалиста по защите информации обойтись не получится. Роман, а как должна выглядеть команда, которая будет работать на таком проекте? Здесь я полностью согласен с тем, что уже озвучил Валерию чуть ранее. Действительно, очень важно, чтобы в комиссию, в команду по категорированию, как вы выразились, входили специалисты именно профильных подразделений, которые лучше всего знают специфику работы своего объекта и могут учесть некоторые нюансы, которые специалистам информационной безопасности просто в сферу их компетентности неизвестны. Помимо этого требуется, естественно, работа юристов, финансистов. Также явно заявлено, что нужно привлекать специалистов по ГОИЧС. Это есть этот пункт, есть в 127-м постановлении правительства. Коллеги, а какой вообще сегодня царит настрой в среде профессионалов в отношении вот этого закона? Дайте мне, пожалуйста, оценку по шкале. Зачем это все нужно? Сделаем все для бумажки. Наконец-то правильные меры. Валерий. После публикации и принятия федерального закона был такой, скажем, эмоциональный подъем у субъектов КИИ, особенно у специалистов по защите информации, о том, что это дело нужно и надо его развивать. Но дальнейшая задержка с принятием нормативных актов, а сейчас и с изменением практически всех уже принятых нормативно-правовых актов УФСТЭК, привело к тому, что люди стали задумываться, а действительно ли это нужно. Произошло эмоциональное выгорание у специалистов-субъектов КИИ и уйдет уже уклон на формальное выполнение. То есть вот эту тенденцию регуляторам желательно переламывать для того, чтобы процесс, который действительно важен для страны, он нужен, пошел более эффективно и реализовывался. Мы пришли к варианту, сделаем для бумажки. Роман, а вы как думаете? Коротко, короткий ответ. Я солидарен в данном случае с Валерием, то есть произошло выгорание, по сути, и сейчас больше субъектов настроено выполнить закон для бумажки, требования закона. Вот мы и обсудили принципиальные моменты, связанные с выполнением требований закона ОКИИ. И теперь мы погружаемся в самую гущу конкретики. Коллеги, предлагаю поговорить о выполнении закона на конкретных примерах. Валерий, на какой стадии вашей организации находится выполнение требований закона, и как долго вы к этой стадии шли? Департамент информационных технологий города Москвы приступил к выполнению требований федерального законодательства с момента вступления в силу закона 1 января. Соответственно, постановление правительства о правилах категорирования было опубликовано и вступило в силу позже, на 2 месяца. И с этого момента мы приступили к организации процесса выполнения требований федерального законодательства. На данный момент в департаменте созданы комиссии и рабочие группы по определению и присвоению категории значимости. То есть у нас сейчас идет период составления перечня объектов КИИ и присвоения им категории значимости при необходимости. Роман, вы как представитель интегратора имеете дело с многими заказчиками. Расскажите, пожалуйста, как у них обстоят дела с выполнением требований закона. Заказчики находятся, в принципе, на разном уровне выполнения требований данного закона. Некоторые заказчики начали выполнять требования практически с января месяца, как он вступил в силу. Некоторые заказчики только сейчас, допустим, обращаются к нам с предложениями о проведении категорирования, о создании систем безопасности. Валерия, а с какими сложностями столкнулась ваша организация при выполнении требований КИИ? И как вам удалось их решить? Основные сложности для нас возникли из-за того, что в федеральном законодательстве по безопасности КИИ не предусмотрена роль оператора объекта информационной системы. Поскольку у нас все объекты КИИ потенциально являются государственными информационными системами, то мы действовали в рамках 17 приказа СТЭК и 149 федерального закона, по которому была такая сущность, как оператор связи. В законе о КИИ сущность только одна – владелец. И получается, что сейчас мы обеспечиваем деятельность и безопасность информационных систем как операторы, но не являемся их владельцами. Это создало организационные проблемы, которые приходится решать на уровне коллегиальных уровней органов города Москвы и департамента, соответственно. Это такая, скажем, бюрократическая сложность возникшая. Второй сложностью – это формулировки терминов субъекта объекта КИИ в некоторых сферах деятельности. Информационные системы города Москвы, которые эксплуатируют ДИД Москвы, они в нескольких сферах. Конечно, они не все охватывают, но достаточно разнообразные. И возникают вопросы, как отнести информационную систему к какой сфере. Особенно это проблематично для сферы транспорта. Наименее проблематично для медицинских систем, по которым есть постановление правительства и приказы Минздрава, четко обозначающие системы, функционирующие в сфере здравоохранения. С транспортными системами возникают проблемы в связи с отсутствием единого законодательства именно о транспорте. Есть законы о транспортной безопасности, есть о различных видах транспорта, а единого закона, единого органа отсутствует. Поэтому возникает множество толкований. Эту информационную систему можно отнести к коммунальной сфере или к транспортной, если она, например, дорожную инфраструктуру обслуживает. И это решается на уровне консультаций с юридическими органами, с правовыми управлениями, с регуляторами. То есть работа выстроена, идет, результаты будут регулятором доложены. Роман, а с какими трудностями сталкивается компания «Интегратор», помогая своим клиентам выполнить требования закона? Были у нас случаи, когда пытались наших, скажем так, специалистов, наших работников включить состав комиссии, что запрещено, поскольку в 127-м постановлении правительства явно ограничено, состав комиссии явно ограничен. И мы впоследствии получали просто замечания. Что касается проектирования, на текущий момент я каких-то сложностей не вижу, за исключением, наверное, реализации новых требований, поскольку приходится нарабатывать их более детально. Ранее мы с ними не сталкивались. Это также отнимает определенное время. Валерия, всегда ли просто определить, какие объекты подпадают под требования закона, а какие нет? Это очень творческий процесс. И если подходить формально и выполнять просто для бумажки, то очень просто. Мы приняли решение, что это объект Ки и это объект Ки. И если подходить с реальным рассмотрением всех процессов функционирования данной информационной системы, то возможны нюансы применения терминов законодательства к данной конкретной информационной системе. Роман, поделитесь, пожалуйста, интересными историями, связанными с категорированием. У нас было несколько примеров, когда у заказчика отсутствовали необходимые сведения, исходные данные для категорирования, в частности, оценка экономического ущерба от реализации атак на объект и степень ущерба. Нашим специалистам пришлось, собственно, совместно со специалистами заказчика данные расчеты выполнять для того, чтобы произвести категорирование объекта. Валерий, а как Ваша организация определяет, какие решения необходимо докупать, менять и исключать? Все решения принимаются в соответствии с методическими нормативными актами, установленными регуляторами ФСБ, ФСТЭК России. И, соответственно, решение конкретное, что-то добавить, это идет на уровне моделирования угроз. Причем, как орган исполнительной власти, мы в обязательном порядке модели угроз проводим согласование во ФСТЭК и ФСБ. То есть мы не вольны в выборе, от чего мы защищаемся, от чего не защищаемся. Нам это жестко задано, жестко проверяется, и мы четко этому следуем. Решения удаляться могут, если в них появились какие-либо уязвимости, которые производитель не устраняет по каким-либо причинам. Это уже требование ФСТЭК, он отзывает у них сертификаты. В связи с тем, что у нас все объекты – это государственные информационные системы, то применяться могут только сертифицированные средства защиты информации. Заметьте, благодаря нашим экспертам мы взглянули на закон ОКИ и с точки зрения заказчика, и с точки зрения интегратора. А теперь я предлагаю переходить к итогам. Сегодня мы обсудили закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, а также мифы, страхи и настроения, которые царят в профессиональном сообществе. Главный вывод нашей сегодняшней встречи – слона под названием «Защита критической информационной инфраструктуры» нужно есть по частям. И лучше делать это сейчас, не дожидаясь, пока это гурманское блюдо остынет. В заключении я попрошу вас дать советы нашим зрителям, как эффективнее выполнить требования закона. Валерий. Я являюсь сторонником обязательного выполнения законодательства Российской Федерации и рекомендую провести выявление или зафиксировать факт невыявления объектов Киев в каждой организации в стране для того, чтобы избежать юридически правовых рисков для организации со стороны надзорных органов ФСБ, ФСТЭК, прокуратуры России. Это достаточно несложный процесс. У вас будет документ, который позволит зафиксировать, что вы требования законодательства страны выполняете. Следующим моментом обязательно привлекайте юридическое сопровождение, потому что по данному закону предусмотрена и уголовная ответственность в своих моментах, которые желательно избежать. И третий момент. Если вы однозначно принимаете решение, что попадаете под действие данного федерального закона, то я рекомендую провести оптимизацию. То есть исключить виды деятельности, заявленные в ваших уставных документах, которые вы реально не оказываете и не выполняете. Отказаться от лицензий, которые у вас получены просто так, про запас, и реально вам не нужны ваши деятельности. То есть снизить риски по привлечению внимания регуляторов и привлечению к ответственности за невыполнение требований подзаконных актов самого законодательства Российской Федерации. Спасибо, Валерий. Роман? Я могу посоветовать следующее. В первую очередь начните выполнять требования закона. Выполните хоть что-то. Начните с категорирования, с инвентаризации ресурсов. Поймите, что у вас уже реализовано и чего вам не хватает для того, чтобы полностью соответствовать требованиям закона. Обращайтесь за разъяснениями в Овстек России. Насколько мне известно, они достаточно открыты и помогают в данном случае консультациями. Ходите, опять же, и участвуйте в семинарах и конференциях, которые устраивает Овстек в различных субъектах Российской Федерации. Кроме этого, будьте активны в информационном сообществе. То есть, соответственно, смотрите профильные ресурсы, профильные группы в Телеграме, в Фейсбуке. Они известны, вы можете найти, это нетрудно. Там достаточно актуальные темы обсуждаются, поднимаются, вы будете, скажем так, в тренде. Ну и помимо этого, развивайтесь как специалисты информационной безопасности, повышайте постоянно свой скилл. Ну и, конечно же, обращайтесь за помощью к экспертному сообществу, к интеграторам в сфере информационной безопасности, к консалдингу, для того, чтобы они оказали вам необходимую помощь и консультацию. Роман, Валерий, спасибо вам за такую откровенную беседу на эту непростую тему. А мы прощаемся с вами. До новых погружений в информационную безопасность. На глубине еще очень много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на БезТиВи и не скучайте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!